Всегда это все обретается в 3-5 слоев жизни, то находится потом, естественно, даже не оригинальное, а вот это многослойное искажение. И как это отмывать, это там отдельная история. Я видел несколько случаев, когда там кто-то поставил своей целью отмыть репутацию, там, в фоне большого чиновника или большого бизнесмена. И действительно там работала, видимо, большая команда, через два года невозможно было найти документов про эту историю. Каким-то образом они с кем-то договаривались, где-то вытесняли, кому-то платили, чтобы убрали. Ну, просто работали люди. В конце концов, вычистить можно, но это очень долго и дорого. А зачем Марату Гельману нужна была вся эта история? Зионистский забыл. Ну, Марат Гельман, конечно, из этой банной, но Березовский заплатил просто. А потом попросился в Россию, как-то не стыкуется. Я не знаю. Нет, то, что Березовский заплатил, это точно. Зачем он это сделал, я не знаю. То, что он воплотил, то, что эти ребята здесь организовались. И это все банда его старых сотрудников. Гельман, Носик там, Кудрявцев, которые сейчас там владели сведомостей. Они все на него работали, на Березовского и на Гусинского. То есть их там организовать ничего не стоит. Ну, они, во-первых, знают, что да, надо это наше общее дело. Во-вторых, естественно, деньги выдаются на компанию. Они половину их расписывают в карман. Ну, то есть тут как бы никакого секрета нет. Нет, там нет никаких заявок. Почему Березовский это делал? Ну, не знаю. Ну, он же там организовал историю с Литвиненко, да, например. Вот. Ну, про инструменты, а так я уже говорил. Что там все это дело очень технологически сейчас развито. Вот. Про последнее скажу, что у меня есть, например, знакомец. В принципе, как бы работает на Кремле. Ну, таких, как он, наверное, много. Ну, есть лая сеть в Квазисме. Что это такое? У него есть около сотни таких проектов, которые выглядят полностью по СМИ. Причем тематически. Один там, не знаю, про машиностроение. Другой там про Яхты. Я не знаю, ну, там разные. Некоторые общеновостные. Все они агрегаты. То есть они автоматически воруют новости. Идет лента, но они убедились их заингистрировать как СМИ и заингистрируют в Яндекс.Новостях. Дальше они принимают заказы на то, чтобы какую-то новость в Яндекс.Новостях вывести на первое место, и чтобы она дальше поперла. То есть, правда, он там вызывал какие-то цены, там, сумасшедшие, не знаю, кто у него покупает. Там, несколько миллионов, там, три-четыре миллиона рублей за то, чтобы на первое место в Яндекс.Новостях. Ну, может, она столько и стоит, не знаю. Вот. Соответственно. Ну, а дальше оно уже идет естественным образом. Все видят, о, это горячая тема, видимо. И начинают уже перепечатывать. Есть платные тролли. Значит, что такое тролли? Я имел дело с такой бандой троллей, как раз, про-кремлевских. Значит, про, там, анти-кремлевских. Я сейчас там покажу картинку. А эти, значит, это была такая история. Тролль. Что? Ольгинские такие ребята, значит, кто это такие? Это, значит, есть повар кремлевский, значит, Пригожин. Значит, он давнешний знакомый Путина, он там кормит еще армию, Кремль. Он позвал меня поговорить, сказал, что он хочет Путину помочь. Это, например, в 2013, что ли, год. Хочет создать такую вот фабрику, на которой будут писать комментарии и так далее. Спросил, как я ему могу помочь технологически. Я сказал, что, ну, не вопрос, давай сначала напишем, там, ТЗ на несколько систем, там, управление виртуалами, на мониторинг, там, еще что-то. А потом посмотрим, сколько эта система будет стоить. Он говорит, да, не вопрос. Написали ему 9 ТЗ. И на этом сотрудничество развалилось, потому что все люди, которые организовывали эту фабрику троллей, она называется, она даже стала мемом, Ольгинский. Она была в Ольгина, там, трехэтажное здание, значит. Все люди там были абсолютно косорокие, без мозга и так далее, которые это делали. Они и нанимали таких людей, которые, ну, там, абсолютно без верхнего мозга, писали просто какую-то ерунду дешевую. Во-вторых, они два раза наняли журналиста под видом такого вот ролика, либерального, который, значит, все изучил, как у них работает, написал об этом статье, заплачили. А потом у них вскрыли почту, и вся их переписка попала в открытый доступ и так далее. И мы довольно быстро поняли, что с ними нельзя иметь дело, мы с ними взяли деньги за ТЗ. Ну, и, кстати, за реализацией ТЗ к нам никто не пришел. Они, видимо, сказали госту, что, а, мы все сделаем дешевле, дай денег нам. Ну, как обычно. Вот. Ну, в общем, это вот то, как не надо делать, и ни в коем случае, значит. Они еще потом, по-моему, решили, что они прекрасно поработают и за рубежом, отправили, значит, писать комментарии на ломаном английском, значит, в форумах известных СМИ, там, и так далее. Подняли там панику, то есть создали там такой образ, значит, России, которая там пытается повлиять, и так далее. То есть это, ну, совершенно идиотская история. Ну, и, конечно, таких троллей полно либеральных, в частности, Пентагон в свое время просто размещал вакансии, и Пентагон, и спецслужба, значит. Прямо вот, я сам почитал, что выбирают людей для того, чтобы управлять виртуалами в сети, с русским, английским, украинским, арабским языком. Прямо вот там написано, что они будут делать. Несколько раз я видел тендер на систему управляющего виртуалами, ну, примерно такой же, как мы-то записали для этого прибора. Вот, то есть, ну, вот.